Так, Карелин Дмитрий, оооо, это Крутоярск, конечно. Здравствуйте, если при прибивке врача подать двух не тронется саженец, то вы что? Вытянет еще как, потом, да, показывал же, друзья, вопрос уже был. Так, Дмитрий, вы пропустили на этот вебинар. Конечно, мы, в принципе, для этого двое втыкаем. Вон пошли, слава Богу, один пошел, все равно в это. Он потом все заплывет, поверьте мне. Так, невзорово, вступающая в картины, теперь видео, меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. Вот, значит. Еще Выбор пишет нам, Иван написал, доброго вечера, мы сейчас будем долго с вами расставаться. Все-таки, да, действительно, как. И поздравлять надо, я уже сказал, всем иметь, да, даже просто такой сад, как у меня, у Лутенкова или у Боднера, все, жизнь уже удалась. Почему? Я все время, извините, я наполовину хохол, ну, хохол, может быть, оскорбительное слово, я сюда читал нормальным. Вот, значит, так. А, хотите анекдот, чтобы груза не было? А? Нет, не буду. А вот это, мои украинские друзья, я получил письмо. Равик Васильевич, с Вами трудно поддерживать связь, мы пишем комментарии, они не проходят. Поверьте, много украинцев вас знают и любят. Мне так приятно было это прочитать. Вот, надо же, на Украине меня знают и любят. Меня жили за Вами. Фух, здорово. Вот, поэтому анекдот не буду. А скажу о другом. Значит, дело в том, что у нас этот самый Новый год полагается поздравлять, поздравлять, поздравлять. Поэтому я на всех суть скажу. Пусть у вас будет такой сад, как у меня. Или такой, какой я видел, когда мне было 8-9 лет. Западная Украина. Какие сады, какие сады. Деревья, яблоньи, грецкие орехи в каждом дворе. Деревья такие огромные. Я уже в последний раз приезжал, мне было 50 с лишним лет. И все равно я поднимаю голову, и у меня шапка падает. Оттуда я привез, правда, не все, но я привез черенки в бишни. И вот она, роскошная вишня в Сибири завелась. Вы понимаете, я желаю украинцам, чтобы у вас были украинские сады, какие были у ваших дедов. И они их не калечили. Вас научили, вас подставили, вас предали. Даже то, что в Финляндии порядок, трудолюбие, жесткая технология, все, трехметровая саженца, вот такие горшка. Хвалю, потому что наши, по принципу, наши вообще негодны. А они хотя бы что-то вырастут. Еще один фильм готов, ждет. Он уже готов полностью. Так, кто его сделал? Лилия Ряжева. Вот, пройдет этот вебинар, мой брат разделит этот вебинар на 10-20 кусков. Каждый из них появится в Яндексе, это будет здорово, не только в Ютубе. Потом еще день-два и запускаете фильм опять про финнов. Я не могу успокоиться, они лучше нас, но они делают саженцы негодные для России. Я опять сделал фильм. Я патриот России. Это шутка ли сказать? Питер будет покупать, покупать, покупать. А потом так. Или он поддыхает, или его надо срочно по железу. Три четверти отрезать надо. Три четверти. Чтобы был какой-то шанс. Кто об этом знает? Он в горшке выживет. На трехметровом сажется вот такой горшок. Это что такое? А что я опять завелся? А я завелся, потому что я вам поздравление передал. Какое поздравление? Значит, чтобы у вас были сады, как я на Украине в детстве видел. Орехи грецкие. Пожалуйста. Пусть вердели, но сладкие. Пусть мелкие, но сладкие. Выражая сумасшедшее. Никакого не бояться этого самого. Никакого сырости не бояться. Да что ж не распространили-то их не я, а кто-то по Питеру, по Новгородской области, по Псковской области, по Карелии, по Архангельску. Почему не распространили? Им ваши морозы по барабану. У меня жирдели растут. У меня в Сибири. Сергей тогда сжег 100 штук, потому что выкопал с любовью. В этих огромные мешки по 20 штук сложил. Или там по 15. Ждет, с Карелии приедут, увезут. Ждет, 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 ждет. Нет бы предоплату взять. И их лучше не выкапывать. Вот. Спортились. И он их сжег. Жирдели. А до этого я за ними смотрел 3 года. Ни одной веточки не отмерзло. Вот он и Украина. Как говорил Мичурин, изначально имеют морозостойкость. А не мы в этом. Но это спорное мнение. Но я не имею права не повезти. Многие южные сорта изначально имеют морозостойкость до севера. Мудрые слова. Ну что, все, заканчиваем. Что тут написано? Смотрим. Кое-что добавилось. Давайте. Так, Невзоров поздравил. Иван пожелал вечера. Михаил с новым годом. Спасибо, Михаил. В этом году впервые за плодочери, нектарины, скотчки, плодырскую весу. Иван. Что, еще и к вам идти в эти, ученики? Ну, хватит мне до инфаркта давать. Нектарины, скотчки. Ну, что ж, ускореные, что? Еще скажите, что они не сладкие, не вкусные. Конечно, вкусные, сладкие. Нектарины. Эх, не слушает нас это. Ольга Исакова. Помните слова? Вырастут ячки. Вот. Мошенничество. Обман. Ну что, мы с вами обманчики, что ли? Или вы думаете, я вам не поверил? ПОЗДРАВЛЯЮ! ПОЗДРАВЛЯЮ! Так, за вами фотография. Вот. Значит, короткий текст. И попадаете в мою, эту, особую папку, где самые выдающиеся вещи. Из косточек. Так, я надеюсь, не подведете. Александр Выбор. Как прививать отводки вишни, когда они веником растут? Хотелось бы иметь дерево одного сорта. Я прививаю и вишню, и черешню в кучу. И все равно остаются непривитые стволы. Обрезать их. Ну, что я скажу. У вас получается веник. То есть, у вас получается отводок, это куст. Так. А куст получается, и это бы надо привить, и это. Ну, конечно, 5 или 10 привык делать на одном кусту. Но я могу просто посочувствовать. Больше ничего. Дело в том, что ваша вишня, это вишня степная. Почему? Вы про кусты. А у меня вишни, вот эти с мощными штамбами, отводки дают. Да, немножко я от этого даю, прямо от корня. Но они не принципиальные. Все-таки видно, что это штамбовая. Мощная. Высотой 8 метров. А крест у него от отводок, да. И он штамбовый. И Александр, помните, я вас учил перерубать эти. Пуповины под землей. Ну, то есть, вот так пошла, вот так пошла. А вот раз, перерубили тут. И теперь они обрастаются в свой корня. То есть, мне легче тем, что мне повезло, что у меня изначально штамбовая. И у меня одна прививка. Один штамб, одна прививка. У меня нет головной боли. У вас наверняка, судя по тому, что вы написали слово веник, у вас получилось не совсем удачный подвой именно для мощных вишней, настоящих вишней, культурных. Они все штамбовые. Все. В отличие от вишней степной, которая растет кустом. Вот. Интересно все штамбовое. Значит, вам просто, ну, немножко не повезло, так можно сказать, что веник имеется. А рассветник, ну, выкручитесь, как хотите. Вы спрашиваете, не привитый, обрезать? Ну, наверное, обрезать, иначе культурные не пойдут. Так, Тверь. Борис Соловьев. Всем добра, Света. Спасибо, Борис. И вам добра, Света. Вот. Лилия Ража. Вот моя сестра. Валерия Константинович поняла про фильмов. Фильм готов, запущу завтра. Эй, он пропадет, знаете как? Он окажется в куче фильмов, которые будет делать 10 или 20 фильмов, сделает мой брат Юрий. Давайте еще два дня подождем. Те фильмы все-таки, они все идут как это. Как инкубаторские эти самые яйца. То есть они все это. Вот. И они там затеряются, там будет 50 просмотров. Мы еще подождем пару дней. Так, люди посмотрят всю серию фильмов, которые выпустят. Юрий, это тоже самый сегодняшний вебинар, но разбитый на куски и имеющий каждый свою тематику. Это тоже надо. Почему? В Яндекс, друзья, попадут каждый отдельный фильм вот этот. Не вот этот три с половиной часа, который уже, а три часа исполнилось, который не каждый из вас выпустит. Вы знаете, что с начала вебинара смотрели одни, все это другие, а конец третий. Так бывает. Не хватает людей на три часа. А там будет разбито на куски 10 минут, 15, 20. Вот эту всю серию Виля, он выпустит в свет, так, мой брат. Подождем еще денек, люди, а потом наш фильм вот этот, седьмую серию, посмотрит больше народу. Он будет как бы тритопали на плещихе. Ну, а еще скажу. Бенефис Елены Савинич запустил, запустим на днях, запускаем, давайте сегодня-завтра запускаем два фильма с ее участием. То есть она будет там красоваться на каждом из сотни фотографий. Но учебный фильм, подчеркиваю, это раз. Потом еще выходят три фильма, которые... Спасибо вам за то, что вы заплатили 7 тысяч. Это даже есть человек, который 3 тысячи заплатил. Вот. Один заплатил полторы, а еще 500, 200, 200, 200, короче, до 7 тысяч досчитал. Может уже и больше. Это 35 фильмов. Ну, чуть меньше, потому что некоторые пойдут дороже. Там, где много монтажа. Ну, допустим, 30. Но это огромное богатство. Это не считается то, что брат мой будет делать, разбивать. Это отдельные фильмы, которые мы делаем с Вилли, мы делаем с братом же, но отдельно, и вместе со студенткой. Хотите помочь студентке, у которой стипендия 7 тысяч? Она делает огромное дело. Да, я ей плачу. Но если ваша рубль тоже лишнюю не будет. Я не прошел там тысячи. 100-200 рублей достаточно вполне, чтобы это... Два раза по 100 еще фильм оплачен. Два раза по 100 еще. 200 рублей. Смотришь, целый фильм оплачен. Вот так. Ну, что тут осталось что-нибудь прочитать? Давайте посмотрим. Так, Лиля, короче, подождем дня, наверное, 2-3. Потом запустим в Гринляндии. Валерий Костеевич, скину вам на электронную почту все фотографии. Давайте все, но очень вас прошу. Лучше бы, конечно, папкой. Мне настолько трудно потом сыграть папки. Потом хорошо бы... Ну, это крайний случай. Не умеете, не надо. Пусть по одной. Но хорошо бы еще текст. Хоть коротенький. Что, откуда? Откуда это самое? Саженцы? Или откуда черенок? Вот какой-то небольшой опыт конкретный. Что-то, какие-то наблюдения. Александр, выбор. Здесь все снится. Сижу на дереве и жру черешню. Это вы про меня? Может, я вам снился? Здесь все снился. И жру черешню. А у нас в огороде ничего сващего не было. Так, то, что вам снится, а у вас на самом деле этого не было, это ваша родовая память, Александр. Вы что думаете? Вы здесь случайно, что ли? В 21-м году, в 21-м веке, 27-го декабря, вот здесь ваша фамилия. И это было известно еще тогда, не вам, проведению, когда вас на свете не было. Вы скажете, я мог пойти туда, я мог уехать туда, я мог остаться в армии, я мог поменять профессию. Нет. Могли, но не сделали. Если это не ваша черешня, это родовая память. И эта память заставила вас стать участником, вот этим вот, вот этим вот участником вас стать. Понимаете? А это ваша родовая память. Я вас поздравляю. Вы садовод. И теперь вам от этого деваться нехуда. Ну, наверное, последнее. Уважаемые коллеги, всех с наступающим годом. Желаю крепкого здоровья вам и вашим садовым деревцам. Богатых урожаем в следующем году. Спасибо, Иван. Я присоединяюсь к вам, лучше уже не скажешь. Друзья мои, придется расставаться. Давайте до 3 января. Надеюсь, что Сафронов ни разу еще не отказался, проведя 100, 60, 2 или 3. Прозабыл. Вебинар. Всего. Да, 163 вебинара. Так что, вы недолго, значит, отметить время будет, похмелье будет. Вот, занятие. Я шучу. У меня столько прядей, сколько у него было. Это, в поговорках, самое любимое. 100 грамм ягодчик. Все. Его лучшее пожелание. Два было. Первое, займите, давай. Второе, 100 грамм ягодчик. Их, хороший был человек. Ну, давайте, друзья. Все. Расстаемся. Пока. Вот. Отключаюсь. Продолжение следует. Продолжение следует.